12 марта 1981 года. Истина. Лекция посвящена ученикам, в имени которых есть слово «Сатьям». Истина. Истину невозможно достичь человеческими усилиями, ибо все человеческие усилия порождены нашим умом, а ум — это препятствие между истиной и сознанием. Поэтому ум следует отложить в сторону. Человек может обойтись без него. Он может превзойти его, трансцендировать. И когда работа ума прекратится, сознание немедленно соединится с истиной. Преграда исчезнет, появится мост. Величайшее благословение жизни — истина — снизойдет на вас. Только переживание истины делает жизнь осмысленной, наполненной, превращает ее в праздник. Человек без истинный нищий. Человек без истинный не живет по-настоящему. Он пребывает во сне. Он еще не проснулся и не осознает всей красоты бытия. Этого величайшего экстаза жизни. Он не осознает всех тех даров, которые приготовила ему целая. Поиски истины — на самом деле это поиски смысла. Поиски ответа на вопрос «Кто я?». Одного этого вопроса «Кто я такой?» достаточно. Если в него вложить всю страсть своей души, то он проникнет в самую суть тайны — всего, что есть. Когда на свой вопрос получаешь ответ не от кого-то, находишь его не в писаниях, но в своем существе, когда он становится своим, пережитым опытом, тогда становишься владыкой всего, тогда Царство Божие принадлежит тебе. Такое простое слово — истина, а меняет все. До него ты был нищим, после него стал повелителем, до него все время что-то выпрашивал, после него наполнился благодарностью ко всему. Нет иного Бога, кроме правды существования. Бог — это не Личность, а переживание высшего смысла жизни. Поэтому всякое поклонение бесполезно. Исследование действенно. Поклонение бесполезно. Мы из Саньясина должны исследовать, а не поклоняться. Поклонение предполагает объект. А все объекты созданы людьми. Все храмы, церкви, синагоги созданы руками людей. Можно поклоняться также различным философиям, теологическим учениям. Они тоже изобретения человеческого ума. Исследователь идет совсем иным путем. Его путь лежит к его сокровенному центру. Он обращает свой взор внутрь, потому что это единственный способ узнать, что на самом деле скрыто в сокровенном тайнике своего существа. Что такое сознание? Что такое озарение? Что такое любовь? И где находится источник всего этого? Источник не снаружи. Источник внутри. Поэтому все те, кто ищет снаружи, ничего не находят. Обратите свой взор внутрь. И в самый момент обращения внутрь вы вступите в совершенное, но измерение. Измерение божественности, истины, свободы. Всего, что есть воистину ценного на свете. Истина – это Бог. Можно опустить слово «Бог», но слово «истина» не может быть отброшено. «Истина» – это поиск всего. Бог не является поиском всего. Почти половина человечества перестала верить в Бога. Советская Россия, Китай и другие страны совершенно отбросили идею Бога. А те, кто считает себя верующим, на самом деле не верят. Они притворяются. Но никто не в состоянии отбросить поиск истины. Это заложено в нашей природе. Истина приходит в наш внутренний мир совсем как весна. Вдруг расцветает тысячи цветов. Меняется климат. Все наполняется красками и ароматом. Поют птицы. Впервые человек полностью преображается. Исчезает мертвенная тяжесть, чувство прозябания. Впервые в жизнь входит танец. Впервые появляется ощущение огромной радости. Безотчетной, всепоглощающей радости. Поиск истины – это самый главный, самый основной поиск человечества. Без нее мы подобны пустыне. Только когда истина открывается нам, пустыня покрывается зеленью. Только когда нам открывается истина, можем мы опознать те несчислимые сокровища, которые скрыты в нас. Истину найти совсем нетрудно. Все дело в правильном подходе. Размышление об истине – это путь философии. Правильным подходом является медитация. А медитация как раз противоположна размышлению. Медитация – это антифилософия. Медитация означает отбрасывание всей структуры мышления. Отбрасывание самого процесса мышления. И погружение в молчание. Молчание бдительное, бодрствующее, абсолютное. Как если бы весь мир замер. Есть одна такая суфийская притча. Одному царю, безумцу, пришло вдруг в голову заставить всех в одно и то же время кричать, прыгать, что должно было, по его мнению, представлять собой необыкновенное зрелище. Все люди ровно в полдень на пять минут сходят с ума. С ними происходит пятиминутный катарсис. Будучи очень могущественным, обладая огромной властью, царь заставил всех подчиниться этой безумной затее. Был установлен день, всем сообщили, что в понедельник, ровно в полдень, всем необходимо в течение пяти минут кричать, визжать, прыгать, то есть никак не сдерживать себя, все позволять. Тем, кто ослушается, грозила смерть. Все ожидали назначенного времени. И вдруг случилось настоящее чудо. ровно в полдень, весь мир погрузился в глубокое молчание. Никогда еще никто не испытывал такой тишины. Дело в том, что каждый подумал, если все будут кричать, кто же сможет изобличить меня. Лучше я не пропущу такой великолепный момент, подсмотреть, как весь мир будет сходить с ума. Можно просто наблюдать за этой сценой. Но зачем в ней участвовать? Если делать то же, что и все, трудно будет назладиться происходящим. Так думал каждый. В течение пяти минут стояла глубокая тишина. А безумный царь, говорят, стал просветленным. Для него, не ожидавшего такого, это было потрясением, шоком. И в результате этого шока его ум остановился. В притче не сказано, что произошло со всеми другими. Я думаю, что немало людей тоже достигло просветления. Потому что в таком молчании начинаешь ощущать истину. Но нет необходимости всему миру погружаться в умолчание. Достаточно того, чтобы мир вашего ума стал умолчаливым. Поэтому в любой день, в полдень, попытайтесь остановить свой мир внутри и наблюдать, что произойдет. когда у вас появятся проблески молчания, в них начнет проникать истина. Чем глубже молчание, тем глубже удары истины. И когда наступит абсолютное молчание, придет и абсолютная истина. И с ней весна придет к вам. Истина даст вам многое. Она даст множество даров. И один из них добродетель. Пережитая вами истина бытия окончательно и бесповоротно изменит весь ваш образ жизни. Если раньше вы были завистливы, то теперь зависть будет вам неведома. После этого переживания вы не сможете быть себелюбцем, обманщиком, злым. Ощущение истины таково, что ему противиться невозможно. Когда в комнате светло и все видно, вы выходите через дверь и не пытаетесь пройти через стену. Но в темноте вы пробираетесь на ощупь. Иногда наталкиваетесь на стену, спотыкаетесь, внесите свет, и проблема исчезнет. Вы увидите, где находится дверь. Вы даже не будете об этом думать. Вы просто знаете, где она. Добродетель – это дверь. Стена – это грех. Но я не говорю моим людям воспитывать в себе добродетель и отвергать грех. это невозможно. Это все равно, что потребовать от человека, живущего в темной пещере, перестать спотыкаться и поклясться Богу, что будет ходить только через дверь. Это будет уж слишком. к тому, кто находится во тьме, нужно быть снисходительным. Но попробуйте внести свет, и необходимость говорить об этом отпадет сама собой. Поэтому я не навязываю вам никаких правил. Я хочу, чтобы с вами произошло единственное переживание своего собственного «Я». Это я и называю истиной. Станьте молчаливы. Познайте свою истину. Это будет поворотным моментом. Это принесет освобождение. С рождения мы несем в себе царство истины. Мы несем его из-за предельного. Но это естественно в потенции как семя. Поэтому нельзя относиться к нему как к чему-то само собой разумеющемуся. Семя не нужно попасть в почву. Надо поливать его, проделывать сотни различных операций, чтобы семя могло расслабиться, смогло взойти. истинно это наш потенциал. Но он еще должен осуществиться. Это возможность. И она находится в пределах досягаемости. Ее нужно немного поискать, покопаться. И она обнаружится. все, кто искал ее находили. Все без исключения. Но очень важно одно – поиск. медитация – это создание нужной ситуации, верной перспективы, ясности взгляда, чтобы вы могли заглянуть туда, в себя, туда, где скрыто семя. Молчание дает вам возможность перестать заниматься миром. и когда вы перестанете заниматься внешним, все внимание направится внутрь. Ваше осознавание устремится к своему центру. Именно в этом центре происходит переживание высшей истины. слышится небесная музыка, ощущается наивысший экстаз. Человек может скопить состояние, завоевать весь мир, собрать все богатства мира, но это не изменит его внутренней нищеты. Наоборот, он будет чувствовать себя беднее, чем раньше, по контрасту со всем накопленным. Он сможет яснее увидеть, что в глубине души все еще находятся язвы. Я не против вещей, я не против богатств мира, но не следует забывать, что есть большие богатства, что более великое царство ждет вас внутри. Поэтому не тратьте всю свою энергию на внешний мир. Сохраните большую часть энергии жизни для внутренних поисков. Тогда вы станете владыкой. то, что Иисус называл Царством Божиим, есть у каждого от рождения. Мы должны просто заявить свои права на Него. Истина — это не философское понятие, это ощущение своей вечной жизни, это переживание сознания, из которого мы созданы. Это сознание не заключается рамками рождения и смерти. Вы пережили тысячи рождений и смертей, и ваше паломничество продолжается. Ваше путешествие бесконечно, безначально. Только в момент переживания бессмертия познаешь, что такое жизнь. Потому что жизнь в основном есть бессмертие. И когда обнаруживаешь, что смерть не имеет никакого отношения к твоему внутреннему существу, тогда нет страха, нет беспокойства. И это отсутствие страха и беспокойства создает возможность для того, чтобы блаженство снизошло на вас. Человек, испытывающий страх, не может быть счастлив. Страх это большое беспокойство. А волнение вызывает столько напряжения и стресс, что для блаженства просто не остается места. Блаженство может прийти только тогда, когда ваша внутренняя сущность абсолютно освобождена от страха, беспокойства, напряжения и подавленности. По моим наблюдениям во время работы со многими людьми страх, напряжение, подавленность являются препятствиями и все они соотносятся со смертью. Прямо или косвенно. Если хорошо покопаться, то обнаружится, что всегда именно смерть порождает страх, беспокойство, напряжение. Познать свою вечность значит познать истину. И сама эта истина будет благословением. Тогда жизнь пойдет в совершенно ином плане. В ней станет больше игры, больше чувства юмора. Тогда жизнь станет расковывающим, расслабляющим явлением. Подобно тому, как расслаблены цветы, как расслаблены птицы, как расслаблены реки, как расслаблены горы, может быть расслаблен человек. Но гораздо глубже. Потому что человек является вершиной сознания. печально смотреть на человечество. Люди могли бы стать самыми благословенными созданиями в мире, но оказываются самыми несчастными. Истина — это переживание медитативного сознания. О ней нельзя размышлять, нельзя спорить. Ее невозможно изучать научными методами. Она открывается только в медитативном состоянии, что просто означает состояние отсутствия ума, состояние полного молчания, состояние, когда слышен звук хлопка одной ладони. он такой тихий, абсолютно беззвучный, что двойственность исчезает. Все превращается в одно. Двойственности сливаются в одно. Соединяются день и ночь, жизнь и смерть, любовь и ненависть. Это и есть общение и встреча противоположностей. Это есть слияние и взаимопроникновение всех противоречий. В тот момент, когда все противоречия становятся взаимодополняющими частями целого, вы обретаете свой дом. это и есть состояние медитации. И в этом состоянии все сокровенные стремления нашего сердца находят свое завершение. Они осуществляются настолько полно, что в нас не остается и следа желания. Старая религия учит оставить желания. Только в таком случае вы можете достичь Бога. Старые религии говорят «Перестаньте желать, и тогда достигните Бога». Но ведь говорить такое людям, желающим познать Бога, абсурд. сейчас это абсурдно говорить людям оставить желания для достижения Бога. Потому что те, кто хочет достичь Бога, являются желающими. Желанием является само достижение Бога. На самом деле величайшим желанием может стать стремление оставить желания для достижения Бога. Если вы оставили все желания, для чего вам вообще нужен этот Бог? Что касается меня, то я не таков. Если он постучит в мою дверь, я даже не пойду взглянуть на него. Иисус говорит «Тот, кто стучится, тому откроется, тогда я даже не скажу Богу постучи, и я открою мою дверь. Какое кому дело до моей двери? Я не стучусь вашу, не стучитесь и вы в мою. Сойдемся на этом». «Человеку, который ничего не желает, нет дела до Бога. А если он желает познать Бога, то как же выполнить главное условие ничего не желать? Поэтому я такого не говорю. Мой подход диаметрально противоположен. Я говорю «Будьте медитативны. Наслаждайтесь молчанием. Радуйтесь молчанию. И в самом этом молчании случится блаженство, случится истина, случится свобода. Если однажды блаженство, истина, свобода и любовь случились, то не остается ничего, что можно было бы желать. Медитация естественно влечет за собой состояние отсутствия желаний. желаний. Влечет желаний. Влечет желаний. Субтитры сделал DimaTorzok